Друзья, как Вы думаете, кто похож на семейство куньих? Но таковым не является. Подсказка, он любит охотиться на змей и имеет иммунитет к их яду. Нет, это не ёжик, про него уже был ролик. Это герой литературного произведения по имени Рики Тики Тави. Правильно, встречайте мангуста, но не простого, а карликового. Карликовые мангусты — род млекопитающих из семейства мангустов, и они являются самыми малыми представителями своего семейства. Раньше карликовые мангусты делились на 8 видов, однако сегодня большинство из них считаются подвидами, в то время как видами рассматриваются только два — крошечный мангуст и карликовый мангуст. Внешне все мангусты почти не изменились за 50 млн лет. Их скелеты и черепа практически не отличаются от останков, живших в раннем эоцене животных, от которых произошли все современные хищники. Но мангусты, почти не изменившись внешне, как и куньи или виверовые, отнюдь не являются живыми ископаемыми. Оставшись верными классическим формам, они весьма преуспели в совершенствовании содержания. По сравнению с древними предками, мангусты весьма улучшили, например, вестибулярный аппарат, а значит быстроту и ловкость. Биохимию, чем объясняется в частности их устойчивость к змеиному яду. А главное — мозги. Точнее, разнообразие поведенческих реакций и нехарактерное для прочей харькоподобной мелочи — сложное социальное поведение. Карликовый мангуст размером с трехнедельного котенка. Они достигают длины максимум 26 см, не считая хвоста, длина которого составляет тоже максимум 20 см. Защитить себя такая кроха не может, иначе как спрятавшись. Соответственно, жить карликовые мангусты предпочитают там, где есть термитники, скалы с расщелинами, полы и бревна и прочие убежища. И при этом все это должно находиться в юго-восточной Африке, желательно на высоте около 2000 метров над уровнем моря, в открытой лесистой местности или саванне, но чтобы район был не слишком засушливый. Меню карликовых мангустов состоит не из змей, как у их больших собратьев, а почти исключительно из насекомых. Кроме них, они иногда питаются улитками. Для того, чтобы разбить ракушку, которой прячется улитка мангуст, берет ее в задние лапы и кидает против камня. Живут карликовые мангусты семьями в 10-20 штук в каждой семье, предпочитая селиться в лабиринтах вентиляционных шахт брошенных жилищ термитов. Сами карликовые мангусты норы рыть могут, но не любят, ибо в термитниках им намного комфортнее, ведь крошечные насекомые – это мастера по созданию идеального микроклимата в своих жилищах. Активны мангусты днем, и пока семья занята поисками вокруг жилища разной мелкой живности, самцы по очереди несут вахту. Причем в их акустическом репертуаре различаются крики, информирующие об опасности с земли или с воздуха. При сигнале воздушной тревоги все мангустовое поселение стримглайф разбегается к ближайшим укрытиям. При опасности, исходящей от наземного хищника, они бегут медленней и выбирают укрытие более тщательно, обычно успевая добежать до своего термитника. В нелегком деле обеспечения безопасности у карликовых мангустов есть друзья. Токо – некрупная разновидность птиц-носорогов. Союз этот древний и прочный. Токо ловит кузнечиков и летающих насекомых, которых спугнули мангусты. Утром птицы поджидают мангустов, сидя на деревьях вокруг термитников. Как только зверьки выходят, вся эта гоп-компания отправляется на охоту. А если мангусты задерживаются, токо подлетают к термитнику и начинают кричать в отверстия вентиляционной шахты, рассказывая нелитературными словами, что пора бы и на работу. Ко всему прочему, обладая гораздо более острым зрением и возможностью мониторить местность с высоты, птицы-носороги очень бдительные охранники. Причем, в отличие от одиночных часовых у мангустов, за обстановкой следят сразу 2-4 птицы, которые часто первыми замечают хищников. Чтобы предупредить об опасности, птицы-носороги вертикально взлетают на деревья и громко кричат. Интересно, что птицы-носороги поднимают тревогу и при появлении не опасных для них самих, но нападающих на детенышей мангустов мелких пернатых хищников. Кроме этого, находящиеся снаружи тока объявляют отбой тревоги, позволяя мангустам не тратить лишнее время на выжидание в укрытии. Если в окрестностях находится более десятка птиц-носорогов, сами мангусты часто не несут вахту, полностью доверяя своим пернатым друзьям. Семья мангустов обычно опустошает территорию вокруг одного термитника за пару месяцев и откочевывает к следующему. Территория кочевок одной стаи составляет приблизительно 60 гектар. Размножается у мангустов, как и у термитов. Только главная пара — альфа-самец, достигший своего положения в схватках с другими претендентами, и альфа-самка, ставшая таковой путем каких-то сложных женских интриг. По крайней мере, с другими самками она не дерется, а доминирует психологически. Когда альфа-самка добивается положение главы стаи, с ней происходят перемены. Её вес возрастает с 300 до 600 г. На шее появляется подобие гривы, и она перестаёт играть. Теперь у неё есть дела поважнее. Самки могут задерживать беременность и рожает она, если условия благоприятны, чаще в сезон дождей с февраля по март, но может и в любое другое время. В воспитании и выкармливании малышей участвует вся семья. Только в возрасте трёх лет карликовые мангусты становятся взрослыми, и их средняя продолжительность жизни составляет 12 лет. А какие вы знаете ещё примеры такой дружбы из мира животных, как у карликовых мангустов в стоку? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.